Всем привет! Вы на канале «Все о звездах ТВ интересно знать». Представляем вашему вниманию Пис Фребро или Владимир Епифанцев и его гарем. Очень жаль, что 5 лет назад рассталась такая красивая замечательная пара, как Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев. Они оба являются актерами. А может и не жаль, потому что то, что сейчас творит Владимир Епифанцев, это просто уму непостижимо. Анастасия до сих пор переживает предательство бывшего мужа, который изменил ей с ее лучшей подругой Анной Цукановой. Анастасия пытается быть счастливой с новым избранником Максимом Онищенко. Зато Владимир особо не парится, он вовсю развлекается с молодыми девчонками и в ус не доит. Его даже не печалит тот факт, что его взрослые сыновья перестали с ним из-за этого общаться. Когда скандальный роман с Цукановой закончился и она осталась с мужем, сам актер познакомился в сети с 19-летней молодой девушкой Юлией. Пообщавшись с ней минут 5 по скайпу, он сразу же назначил ей свидание. Как говорит Владимир, Юля мне понравилась сразу своей энергетикой. Мы по скайпу с ней пообщались, потом она приехала ко мне со своими подружками. Ей было 19 лет, приехали просто пообщаться и практически сразу начали жить все вместе, рассказывал актер. Как говорила Юлия, я была так очарована Владимиром, что меня ничего не смущало. Так они и живут все вместе, три подружки и брутальный мэн, даже поклонники Владимира в полном ауте от его поведения. Свои комментарии они оставляли у него в инстаграм, я не буду их озвучивать, потому что они настолько прямолинейны, что их нельзя даже зачитывать. Впрочем, Владимир не заморачивается и на комментарии никогда не отвечает, а может быть и вовсе даже их и не считает и понятия не имеет, что о нем думает большинство его подписчиков. Зато у него весело проходит карантин, под девичий смех и визг, а после его отмены опять все вместе, только теперь уже на прогулке. Наконец-то нас доехала Маша Макарова, попробовали ее голос на одну из песен в фильме Ампер 5. Затем все дружно прослушали ее последний альбом Биф Паф, альбом дико зашел, особенно понравился он девчонкам. А вот что считает бывшая жена Анастасия, которая очень шокирована этим поведением, вот что говорит она по этому поводу. Его демонов необходимо сдерживать, я направляла их в творческое русло, а вот эта девчонка с большими ушами их выпустила. Теперь никто не знает, как с этим справиться и вообще, чем это все закончится. Актер даже не постеснялся и в прямой эфир к Малахому привезти всю свою большую шведскую семью. Он шокировал своим откровением полстраны. А вы как считаете, такое поведение допустимо для популярного и известного актера? Всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан на этот канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И конечно же не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаю всем здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких. До новых роликов, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok